Утро вам расскажу я, Евгения Неронская. Дальний Восток пока предан меланхоличному настрою. Облаков много, особенно на юге континента, от Байкала и до Сахалина. Там то и дело проливаются все новые и новые дожди. Температура медленно, но растет днем уже 20-25. Традиционно прохладнее в Владивостоке, но зато как раз там обойдется без осадков. А вот в Амурской области и на юге Хабаровского края дожди будут сильными. На остальной территории они будут носить локальный характер. На Камчатке, например, пройдут лишь на западном побережье. На юге Иркутской области, в Тыве и на Алтае тоже местами дожди, грозы, порывистый ветер днем 20-25. А вот в южных районах Красноярского края всего плюс 15-20. Юго-восточные области Западной Сибири остаются под прикрытием области высокого давления. Днем уже тоже 20-25. Небольшой дождь, возможно, лишь в Томской области. Там поэтому немного прохладнее. На Урале тоже заметны следы другого циклона. Он теперь крушит на севере Казахстана. Но осадков все равно не избежать. Сильные дожди пройдут в Челябинской и Курганской областях. На остальной территории они будут носить локальный характер. А вот на европейской территории инициатива уже перешла к антициклону. Его гребень, протянувшись от Черного моря через Черноземье и Татарстан до Волговятского района, немного притормозит продвижение скандинавского циклона. В Черноземье, в Поволжье, вероятность дождей небольшая. Жарко около плюс 30. Еще жарче в низовьях Волги и Дона, в Крыму и на Кубани. Там практически везде уже выше 30. Только на Черноморском побережье немного свежее. Осадков немного. Локальные дожди лишь в горных районах. А вот в самых западных районах европейской территории дожди все-таки будут. Причем не просто дожди, а ливни, грозы. И все это в сопровождении порывистого ветра. Ненастья заглянет и в Петербург. Там снова не выше 20 тепла. В Москве тоже кратковременные дожди, грозы и днем 25-27.